Здравствуйте, представьтесь, Ваш позывной. Командир минометной батареи «Шахта». Все батальоны из местных, практически все у нас. Ополчение – это местные, Донецкие, Макеевские, все. Других у нас мало. Другие из оккупированных зон. Потерь практически у нас нет. Ну, раненые. За последние дни были, но все-таки это по сравнению с ними. По данным гражданским, они очень много потерь понесли. По вчерашнему дню мы уже... Ну, фактически они не продвинулись ни на метр. То есть реально было отражено где-то около двух атак примерно. Они движение делали в сторону нашей позиции. Были отбиты. Мы держимся успешно. По данным гражданского населения с оккупированных территорий, они свои тела трамбуют в КАМАЗы и вывозят. Не просто грузят, трамбуют. У нас также есть информация, что вы довольно-таки успешно сжете фашистскую технику на передовой. Дальше ребята вот тут сожгли при прогреве четыре танка, когда они вырвались с Карловки в сторону. Ну и в принципе мы в тот день их откинули до Карловки. Но так как мы все-таки технически не так, как они снабжены, нам пришлось зацепиться за оборону и держать будем до конца. Сильно будут надоедать, еще их туда же и откинем. Потом, что видим мы, даже гражданские люди, видят, то, что украинская армия не хочет воевать как мужчины, бьет дальнобойной артиллерией, радами. Украинская армия, ну, судя по их неадекватному поведению при атаках, я бы не сказал, что это делают нормальные, трезвые люди, или хотя бы с нормальной головой. С нормальной психикой. Потому что даже если стреляют не по тебе, нормальный человек все равно будет ложиться или же искать укрытие, пока не убедится, что огонь ведут не по тебе, перед передвижением. Но это ведут как пластилиновые, ни на что не реагируют. Настоящий мужчина должен жить по трем правилам. Душа Богу, сердце женщины, а честь Родине. Скажи, кем ты был до войны, до боевых действий? Строитель. У тебя есть семья, дети? Семья есть, ну как? Детей нет. Скажи, что тебя заставило взять в руки оружие, а после чего? Козлы пришли, они пришли сюда с оружием, не мы. Они первые пришли к нам. Я пришел защищать свою семью, своих родных, знакомых. Здесь нормальные пацаны, здесь нормальные работяги, пацаны, которые не служили, никто. Сейчас на данный момент стоим с оружием, блядь, потому что какие-то, блядь, козлы, блядь, пришедшие сюда со своей ебаной властью, извините меня за выражение, блядь. Да, это больно очень. Да, убивают наших детей, убивают наших мать, матерей, жен. Ну ничего, блядь, если хотят войны, пускай идут, блядь. Зачем нас уничтожать, детей, матерей, стариков, бабушек? Мы не брали оружие в руки, они это сами захотели. И мы по доброй воле делали, нас никто не принуждает. Никто не заставлял нас сюда идти. Мы сами сюда пришли. Мы сюда сами пришли. У меня 32 года подземного стажа. И я пришел сюда сам. И пришел со мной вместе сын. Сын тоже работает на шахте. И я продолжаю. В общем, я тоже работаю. То есть стаж у меня не прерывается, я так понял. Потому как письмо отправлено. Мы здесь оба. И мы защищаем свою землю. Мы защищаем землю наших дедов, прадедов. И землю наших будущих внуков. Многие даже среди нашего населения, вот я слышал, думаю, они воюют, потому что им платят. Нам никто ничего не платит. Ни копейки, ни копейки. Никто ничего не платит. Вот люди, что приносят нам поесть. Единственные люди, которые бросили полностью работу. А я, допустим, на предприятии работаю, которые... Как сказать, я не... Государственное предприятие. Поэтому я отнес туда письмо, что я нахожусь в ополчении только и всего. А что там будет, я даже не в курсе. Никто не получает никаких денег. Абсолютно никаких. Мы сюда не за деньгами пришли. Это они пришли. Они там ложатся, молодые пацаны, так же за эти копейки, блядь, или за то, что им обещают. Не знаем, платят. Ну пусть платят, ради бога. Если они хотят за эти копейки, пусть ложатся, ради бога. Мы здесь третий день. Нам принесли, привезли два обеда. Два обеда, один завтрак. А остальное люди приносят нам. Вот лежит еда и пища, которую нам приносят люди. Хотя у них нет даже... Да, ни света, ни воды нету, ничего. Они нам на газу приносят чай, кокс, кокс. Поддерживают нас люди молодцы. Спасибо им большое. Спасибо всем, кто нас поддерживает.